Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня на сортоиспытательных участках агрофирмы Аэлита. Здесь вот в таких пленочных теплицах в Нижегородской области созревают урожаи дынь и арбузов. Борис Исаевич Мамедов, профессор и селекционер, нам сейчас расскажет об особенностях новинок. Мы сейчас стоим около дыни, которые уже хорошо известны. Они же традиционно давно уже выращивают эти сорта, уже известные. Желтоплодные такие. Желтоплодные, традиционные. Их у Аэлиты несколько, кстати сказать. И вот моя соседка по саду, она любительница выращивать вот такие экзотические культуры. Кстати, и внучка у нее есть, очень любят. Каждый день приходит бабушка, еще не созрела. То есть эти желтоплодные уже всем хорошо известны. Вот это новиночки, смотрите, какие замечательные. Это сладкоежка и узбечка. Тут у них необычная такая корочка, да? Необычная корочка и форма обычная, традиционная. Вот узбечка такой, типа торпеда. Удлиненная форма. Ну, также уже созданы такие сорта, которые, в принципе, уже успевают у нас. Естественно, они не такие крупные, как привычка, но меньше размером. Но, тем не менее, они здесь у нас успевают. Вот, дорогие друзья, вот правильно Борис Исаевич сказал, что как торпеда и недоверие какой-то к этому сорту, вот к типу, да? Что якобы он очень теплолюбивый, у нас он как бы не может доспевать до хорошей спелости. Я говорю, это все зависит от сорт, естественно. И 50% успеха – это агротехника и условия выращивания. Естественно, если все это соблюдать, можно получить достаточно хороший урожай, при этом очень вкусный, сладкий. Правильный выбор сорта, правильное размещение культуры в местности. Солнечное, теплое, естественно. Даже в теплице, если выращиваем, надо разместить в таком месте, где очень солнечно, тепло и светло. Так, понятно. Вот, смотрите, мы здесь видим тоже, как у арбузов, такая же формировка, что центральный стебель поднимается наверх, а внизу еще… Внизу, вот у основания растения оставляем несколько плетей. В принципе, их даже можно вот так, чтобы они стелились по земле, можно даже сделать так, что вот 4-5 этих боковых ветвей можно привязать к главному стеблю, чтобы там, если вам мешать, более компактно. Если позволяет условия в теплице, можно вот так поднимать, чтобы они спустить по земле. Там тоже вот такие вот плоды завязываются. Вот они, да? Вот там видно. Это дополнительно, как бы. Тут в некоторых местах, я вижу, и большие, и маленькие одновременно, прям рядышком лежат такие. Ну, потому что там, да, самые крупные – это первые плоды, дальше чуть меньше, дальше еще меньше, потому что это все-таки лиана. Если не ограничивать рост, естественно, они будут расти, расти. Ну, поэтому, если мы выращиваем в среднем полосе России, обязательно надо их угорачивать. То есть верхушку растения, после того, как стебли главными или боковых сформировались или завязались 2-3 плода, этого достаточно. Поэтому надо верхнюю часть макушек растения удаляем, и тогда у нас получается вот достаточно крупные плоды. Да, да. Давайте перейдем уже к тем новиночкам. Они там практически так же растут, но немножечко форма плода другая, да. Вот здесь у нас растет наш новый сорт – сладкоежка. Можете заметить, как он отличается высокой завязыванностью плодов. Там, да, вот они, на одном растении, вот они. И внизу есть, и вверху. Это верхняя часть, и внизу есть, там, да. И вот можем заметить, насколько хорошо завязывает. Да, везде сеточки, сеточки, сеточки. Очень оригинальная форма плода, он как бы дольками. Вот такие. Прямо резать можно так дольками. Да, по ним можно и резать. Это тоже порционная, там некрупные растут, там, ну, в среднем, так скажем, полтора килограмма. Это вполне достаточно хорошая масса для такого сорта, вот, когда, если на растение получаем мы где-то 3, где-то 4. Плодов это вот с одного растения. Я еще хочу показать, какая хорошая устойчивость. Вот сейчас многие там сорта мы прошли, листочки у них так побиты уже какими-то болезнями, а здесь относительно здоровые листья. Относительно устойчивые, здоровые, это у нас середина августа. Да, да. Так что они еще будут помогать плодам, так что наливаться, набрать массу, вкус, аромат. А как определить, вот, когда эта дынька спелая? Вы говорили, что там характерный аромат появляется, да? Дыня там, да. Если сорта арбуза мы определяем по каким-то другим признакам, а дыня, когда созревает, вы мимо проходите, вот, чувствуете аромат такой дыни. Вот это уже время, когда уже дыня... Дорогие друзья, тут некоторые дыньки поспели, некоторые сорта поспели, некоторые сорта еще доходят, и здесь в этой теплице такой аромат. Ну что ж, вот вы слышите, наверное, все прелести нашей погоды, средней полосы, зарядил проливной буквально дождик. Вот в таких условиях здесь растут эти теплолюбивые культуры. Узбечка, да? Да, это вот тоже традиционная форма, так называемая торпеда, но, естественно, не такого крупного, как в условиях Средней Азии. Ну, 3-4 килограмма, да? 3-4 килограмма, форма удлиненная, плоды формируются как в главном стебеле, который мы подвязываем к вертикальной проволоке, так же формируются плоды, и вот так скажем, да, вот видим, вот на нижнем ярусе, вот они такие вот плодики, вот они. Вот маленькие, ой, пушистенький какой. Ну и опять же, вот какая чистая листва. Да, да, то есть, опять же, устойчивость к нашим погодным условиям. Устойчивость к нашим и погодным условиям, и фитопатогенным различным факторам. Вот, и здесь, ну, буквально через 2 недели, ближе к сентябрю, в начале сентября, эти плоды уже будут готовы к потреблению. Вот на 1 сентября деткам, внукам такое чудесное угощение будет. Так что есть сорта, такого, такой формы, так называемые торпеды, они раннеспелые. Самое главное достоинство таких сортов в том, что селекционеры вывели так, у них пониженная, так скажем, теплотребовательность. Если обычным традиционным сортам нужно, ну, условно, скажем, сумма эффективных температур, это 3,5 тысячи градусов, а для них достаточно 2 тысячи. 2 тысячи. Так, скажем, раннеспелых сортов перца, да, вот так же прекрасно растут там томаты, вот такая же потребность по теплу. Дорогие друзья, я вот рассказывала про свою соседку, которая начинала всего с 2-3 растений в своей теплице, и все больше и больше отодвигала привычные культуры тепличные, и теперь у нее уже все грядочки в этой теплице заняты тыквами и арбузами. Огурцы перекочевали в открытый грунт, перцы перекочевали в открытый грунт, и вот вся теплица уже наполнена и ароматами такими, и изумительно вкусными плодами. Поверьте, это стоит того, чтобы вырастить у себя собственный такой плод. Естественно. Да. То, что выращиваете своим руками, это всегда вкуснее. И еще мы же уверены в том, что мы ничем плохим не поливаем, не удобряем, не опрыскиваем, и можем собирать это, когда тоже будет это вот хороший аромат и хорошая спелость. Нам, к сожалению, не всегда спелые привозят, да? Это все-таки транспортировка. Это транспортировка, обычно собирают плоды недозрелые. Чтобы они доехали. Чтобы они доехали, естественно. А то, что растет и созревает на растении, это совсем другой вкус, совсем другой аромат, естественно. И даже питательная ценность совсем другая, потому что все идет... Все витамины все сохраняются. Все витамины сохраняются, накапливаются. Ароматы здесь такие, что захотелось сорвать дыньки. Вот трещит, как арбуз. Вот это уже созревший сорт, это традиционный сорт. Видите, вот. Ох, какая красивая, оранжевая. Дорогие друзья, я все-таки надеюсь, что когда-нибудь наши инженеры изобретут, как передавать запахи. Говорят, уже страницы каких-то кулинарных изданий пропитывают особым веществом, чтобы они передавали запахи. Вот, наверное... Поэтому всегда агроному говорят, правильный выбор сорта, даже в средней полосе России можно выращивать дыню и получить прекрасный рожай. Вот у нас середина августа, дыня уже готова к употреблению. Середина августа, Нижегородская область. Аромат чудесный, смотрите, семенная камера, какая маленькая. А вот то, что она разошлась, это уже говорит о спелости. Тут уже все, вот можем заметить, вот, видите, семечки, они наполнены такие, кухленькие. Это уже, значит, плод созрел, их можно использовать, никаких проблем. Мы попробуем? Попробуем, да, сейчас мы порежем и другую. Ну, это еще чуть-чуть рановато, но тем не менее, сейчас посмотрим. И тоже трещит. Это уже другой сорт, видите, он окраска совсем другая. С бело-зеленой мякотью, а тоже семечки, смотрите. Мякоть уже, вот, уже созревшие, но тут уже, это уже другой сорт, другая характеристика, вот, в принципе, можно вот даже попробовать. Во-первых, мякоть, как масло. Да. Нежное. Маслямистый такой. Аромат тоже освежающий, чудесный. Вот это должна быть послаще. У этого, я даже на киви похожа, вот чем-то, да? Ну, естественно, потому что у них такой аромат, комплексный, так скажем. Комплексный аромат, да, вот чем-то напоминает земляничное, дынное киви. Сахар, да? Очень приятно. У Бориса Саевича нет слов. Как приятно, когда твоими трудами получаются вот такие замечательные плоды, с таким чудесным ароматом, вкусом, с таким урожаем. Вы видели, как сеточки подвязаны там, многочисленные. И масса, вот, как я говорю, полтора-два, ну, три килограмма максимум. Это вполне достаточно для средней полосы России. И для семьи. Две дынки разрезал на семью. Да. И сразу съели. Да. Дорогие друзья, пробуйте выращивать дыни. Это очень увлекательно. Это очень вкусно. Это очень полезно. Ну, и вот выбирайте такие замечательные сорта, уже проверенные. Испытывайте новинки и пишите нам, что у вас получилось. Заходите на канал Каэлити. Там у них отдельные плейлисты есть по каждой культуре. По тыквам, по дыням, по арбузам, по томатам. Все это вы посмотрите. Там есть и рецепты, и агротехника, и, конечно, название сортов. Субтитры создавал DimaTorzok